Ну что, вы давно ждали сюжета, где я скажу, что вот место, где самые дешевые цены на автомобильные аксессуары, запчасти в городе Магнитогорске. Вы дождались. Поздравляю! Вот он, грамотный маркетинг, и вот он, опыт работы. И где все это располагается? Это первая улица города Магнитогорска. Улица вокзальная. Вы на нее въезжаете, если ездите со стороны озера Соленое. И сразу же, первое, третье здание, поворачиваем, дробь 9. Вот он, вираж М. Искать больше, где дешевле, нет смысла. Просто надо приехать сюда. И поверьте мне, здесь вы найдете все самое дешевое. Здесь нет ни тени лукавства. Нет, конечно, ранее подобного рода магазины процветали. Автомелочи, аксессуары и масла. Это необходимо всегда. Но повальная вседозволенность, честно говоря, авто не очень, в мозг магнитогорца сероватого вбила тему. Лучше новое авто. Естественно, сейчас считать деньги в раз научились все. И вираж М. это место экономии. Да еще какой! Ой! Автосупермаркет. Что это такое? Это распиаренная сеть. Ну, не распиаренная, потому что только у Автограда хватает сил и средств пиариться. А у других хватает средств рекламироваться. А мы скажем, что автосупермаркет это Вираж М, который располагается на улице Вокзальной. Честно говоря, мне очень сложно вообще слова какие-то подыскать. Потому что, ну, такого количества ассортимента нет нигде вообще, если честно. Но самое забавное, такой цены нет нигде. Так, чтобы вот тоталь был 898 рублей. Кстати, оригинальная Тойотовская 5В30 1200. Сверх дешевый ЗИК за 560 рублей. Да. Это я только вот здесь вам масла показал. Покажу, что здесь. Вот это должно быть в любом автомобильном магазине. Если этого нету, то это не автомобильные магазины, просто фуфло. Автомобиль без инструмента это не машина. Так же, как и водитель, который не умеет крутить руками, это не водитель. Ну вот, посмотрите. Есть и Форс. Ой, это какая-то вообще сказка. Сколько отличного инструмента. После этого говоришь, что вот это действительно автосупермаркет. Если еще серьезнее, то типа специфический такой автоинструмент, но у меня лично больше применения находит в быту. Крепкие отвертки, трещотки и ключи. И без этого хозяин не хозяин. Автовладельцу же свойственно выбирать масла, к примеру. Выбор которых огромен. Девиз, сколько вешать в граммах, он не совсем понятен. Так же, как и бесплатная замена масла. Ну, в принципе, почему бы и нет. Но с другой стороны, когда масло стоит дешевле дешевого, эти 100 рублей, ну, как вам еще объяснить? 5 В-30. 1300 рублей. В других местах, ну, это минимум. Для эльфа полторы тысячи. Ну и что с этими 100 рублями? Естественно, большинство жителей города Магнитогорска все-таки предпочитают отечественные автомобили. Ну, логично. Почему нет? Но есть не только для отечественных, и для иномарок. Здесь есть расходные материалы, как-то фильтра. Теперь откроем глаза для автор-любителей. Купили машину БУ. Печка плохо греет. Так вот, имейте в виду, что радиатор – это такой же расходный материал. Просто выкинули старый, поставили новый, и в вашей машине уже Сахара. Естественно, зима будет. Естественно, готовиться надо было и уже давно. Естественно, самое свежее и самое дешевое – и это здесь. И естественный интерес руководства к оптовым покупателям. Как-то сервисы и не только. И для них, естественно, самая привлекательная цена. А давайте зарабатывать вместе. Так сказали владельцы магазина «Вираж-М». А зарабатывать очень хорошо удается в районе зеленого рынка. Такое столпотворение и количество людей – это в будний день. Как зарабатывать вместе с «Виражом»? Пожалуйста, открываем свои моечки. И вот это вся автохимия. Причем цена ниже дешевого. Разливное масло в бочках и есть тоже. Хотите, я вам покажу то, чего уже нет? Уже нет вот этих колес. Потому что сверхпопулярная марка на 15 автомобильной резины как раз перед нами ушла за 3500 рублей за колесико на 15. У кого свежее масло, новые свечки и провода с акумом, тот зиме рад. Провода есть, свечки тоже, масло естественно. Ну и акумы. И все это по цене одной батареи типа фирмы. Которая не факт, что доживет гарантийный срок. Да, за дефицитом ездили вообще-то далеко. И в Америку, и в Москву, и в Сочи. И когда это был дефицит. Хотя сегодня в дефиците что? Сегодня в дефиците дешевые, реально дешевые цены. Куда ехать? На вокзальную едем. До хлада комбината не доезжаем. Направо поворачиваем. Сейчас там уже понятно. Везде вывески висят. В «Вираж». Зачем едем? За тюменскими аккумуляторами. Которые не recyclable, а которые сделаны с абсолютно нового пластика. И с абсолютно свежего свинца. Тюменские аккумуляторы начинаются от цены 1800 рублей. За 55-ку. Совсем недавно купил себе импортный. Ну, точнее, другу аккумулятор импортный. Титан взял. Евро. Сильвер. Он ему понравился. 2100 рублей. Вот. Так. Вот что? 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 Масло в бочках нравится. От чего слюнки текут? От обилия всяких аксессуаров. Герметиков, клеев. И всякой прочей автомелочи, которая обязательно должна находиться в вашем автомобиле. Причем, знаете, если вот, допустим, сюда зашел суммой в 10 тысяч рублей. А суммой в 20 тысяч еще лучше. Вот. Купил себе комплект вот такой, навороченной резины. Купил себе аккумулятор. Купил себе масло, антифриза и всего остального. А вот на то, что останется, можно всякой мелочи полезную накупить. Компрессоры, детские сиденья, насадки. В общем, инструмент в том числе. То есть, одна поездка сюда за сумму, допустим, одного генератора на иномарку в дорогом магазине. Вам принесет, ну, полный багажник запчастей, это точно. Тут поправлюсь. Это не магазин запчастей на все виды автомобилей. Их столько, что на все все привезти нереально. Но есть определенный перечень, который подходит к любому. Как-то насосы, масла, зарядные, детские кресла и многое, что перечислить нереально. Поэтому, просто приехав на вокзальную 3.9, без покупки вы не останетесь. Даже если в кармане всего 100 рублей. Если же вторая половина буксует, посоветуйте ей другой профильный магазин с текстилем на первом этаже. Это здесь же. Знаете, почему вы достаточно долго не видели новых сюжетов про салон, автор аксессуаров, запчастей и прибыловаться в примочек «Гераш М». Потому что, ну, с предыдущего захода площадь этого магазина, ранее составлявшая, ну, так, небольшая была, 150 квадратных метров. Сегодня стала 500 квадратных метров. То есть, ребята просто просили, говорят, Леха, не торопись, мы вот это все дело раскидаем. Все равно поторопился, вот, пожалуйста, каждый божий день сюда приходит новый товар. Причем ассортимент, вот в уже сдувшихся автомобильных сетях, ну, это где-то примерно, наверное, ну, 2-3 тысячи наименований. Здесь наименований товара почти 10 тысяч. Сейчас есть желание ехать на авторынок? За маслами, там, за какими-нибудь прибамбасами, примочками? В принципе, нет. Мы сюда и приехали. Этот магазин, потому что здесь дешевле. Я это знаю. Дешевле, чем на авторынке? Да. Ну, по-моему, да. Потому что я брал себе компрессор. Торнадо. Оно стоит 950 на базаре, на рынке, а здесь 768. Вот я привез товарища. Потому что здесь я бывал. Масла брал, фильтры брал здесь. На трудах, по-моему, я тоже покупал. Дороже. Дороже. Да. А зарядное устройство видели, да? В других магазинах. 2,5 тысячи, здесь 1800. Зарядное устройство мы еще не смотрели. Ну, компрессор уже взяли. Компрессор, да. Вот товарищ берет уже. Ну, теперь о недостатках, которые, в принципе, являются достоинствами. Недостаток – это отсутствие где-то здесь рядом находящегося магазинчика с алкогольной продукцией. Потому что у меня, как у человека, страдающего сильной формой автомании, при наличии всяких экскусуаров и примочек за копейки буквально, ну, слюнки просто текут. А слюнки как лучше загасить и кислотно-щелочной баланс? Это покушать. Чуть-чуть. Вот. Тем более, что у вас на вот это чуть-чуть всегда останется. Разница на любой из товаров – это как раз бутылка вот этого чуть-чуть. Слово «бутылка». Вот такие бутылочки – это подарок вместе с 4-х литровкой от «Шелла». Есть еще и другие подарки, как то фирменная поездка в Дубаи от «Кастрола». Вот. И самый главный недостаток. Ребят, за такими ценами в воскресенье сюда ездить не надо. Здесь люди отдыхают, потому что все разбирается активно в будние дни, когда магазин «Вираж М» работает.